Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области пресечена противоправная деятельность жителя Твери Кирилла Расторопова, 89-го года рождения, причастного к организации сбыта на территории региона психотропных веществ в особо крупном размере. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в октябре 2018 года по месту жительства задержанного обнаружено и изъято свыше одного килограмма амфетамина, прекурсоры и лабораторное оборудование для его изготовления. Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину задержанного. 20 декабря пролетарским районным судом города Твери Расторопов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228 Уголовного кодекса, незаконное хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. В Тверской областной суд поступила апелляционная жалоба осужденного Рашида Насирова. Приговор Насирову был вынесен 27 ноября в Конаковском городском суде. Он обвинялся в мошенничестве, краже и убийстве четырех человек. Насиров входил в организованную преступную группу черных риэлторов, на счету которой 9 убийств. Дело Насирова, а с ним заключено досудебное соглашение, выделено в отдельное производство. Дело в суде рассматривалось в особом порядке. В судебных премиях и гособвинении страна защиты просила суд учесть при назначении наказания явку Насирова с повинной. То, что он активно сотрудничал со следствием и ранее юридически не судим. Я с первого дня в задержании сотрудничал, со следствием ничего не скрывал. Заключил досудебное соглашение. Свою имя. Я не задержался. Сождею. Содеянным. Прошу не судить меня строго. По всем четырем преступлениям государственное объединение попросило наказание в виде лишения свободы. А именно по хищениям, а именно по преступлениям предусмотрена статья 158 и 159. По трем преступлениям государственное объединение попросило в виде трех лет, шести месяцев лишения свободы. И по статье 105 убийство, совершенное с отягчающими обстоятельствами, гособвинение попросило видеть 12 лет лишения свободы. И по совокупности данных преступлений путем частичного сложения наказания, окончательное наказание гособвинение просило Насирову назначить в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговором Конаковского городского суда 57-летний Насиров признан виновным, и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Что вас подвигло вообще на это? Вас уговорили деньги, обещали или что? Да ничего не уговорили, просто было сделано все. Я даже не думал, что он по факту все сделал, а мне куда было деваться. То есть вы не ожидали, что этим закончится? Вы раскаиваетесь? Конечно, мы. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 23 января. А 10 января будет сформирована коллегия присяжных. По уголовному делу 13 участников ОПГ черных риелторов. 24 декабря за колючей проволокой неволе играли в шахматы. В режиме видеоконференц-связи прошел финальный этап Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных. Среди финалистов 78 осужденных, победивших в отборочных этапах. Это мастер спорта международного класса, кандидаты в мастера спорта, спортсмены-разрядники. Самым старшим участником стал 81-летний осужденный из Алтайского края. А самым младшим 24-летний Тимур Ханенев, отбывающий наказание в Тверской исправительной колонии строгого режима номер один. Заметим, осужденные из Тверской области в шахматных состязаниях Всероссийского уровня участвуют впервые. Тверской участник в шахматы играет с детства. К 16 годам достиг уровня кандидата в мастера спорта. После поступления в институт шахматы отошли на второй план. И вернулся к ним он только в исправительной колонии, где стал чемпионом среди осужденных. А еще в колонии Тимур освоил саксофон, получил профессиональное образование и дистанционно учится в ВУЗе. Во всероссийском финале он сыграл пять партий, две из которых проиграл, три выиграл. В итоге занял 22 место.